Напомним, операцию кесарево-сечение молодой женщине из-за базы Марии Сипкиной провели в перинатальном центре 1 января после нескольких дней стимуляции и когда отходящие воды уже приобрели зеленоватый оттенок. Как рассказал ее супруг Артем, роженицы и ребенок сразу угодили в реанимацию. Младенец, со слов Артема, несколько дней провел на ИВЛ, а у жены открылись невыносимые боли, но врачи перинатального только отмахивались. Так заживают швы от кесарева. В итоге женщину экстренно увезли в резбольницу и сразу на операционный стол открылась язва. Удалили две трети желудка. Как говорит муж, в довершение всего ее умудрились заразить ковидом, хотя она не покидала чистой реанимации. 31 января женщина скончалась. Как мы уже сообщали, шокирующим случаем в республиканском перинатальном центре заинтересовались в следкоме по Хакасии Красноярскому краю. Сразу после смерти Марии Сипкиной началась доследственная проверка. Официально итоги этой проверки пока не опубликованы. Однако кое-какой информацией с нами поделился сам Артем Сипкин. Артем и его маленький сын сейчас дома в Абазе. Малыша наблюдают местные педиатры. Все хорошо, ребенок растет и прибавляет в весе. А молодому отцу одиночки помогают родные и еще много неравнодушных людей. На самом деле я просто хотел бы попросить через вас выразить мои слова благодарности общественности. Очень хорошо помогли. Спасибо огромное всем, кто отозвался, кто не проинновировал такую ситуацию. Добавим, в следственном комитете нас все же проинформировали, что данные по уголовному делу будут опубликованы, как только станут известны выводы, независимые экспертизы о причине смерти роженицы. Елена Лобанова, Василий Конзычаков. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова